Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! Турнир претендентов прерван, поэтому шахматисты, которые участвовали в этом соревновании, сейчас находятся в вынужденном отпуске, как, впрочем, и весь остальной мир. Кто-то играет онлайн, кто-то подтягивает теорию, а китайский игросмейстер Дин Ли Жень, который до начала турнира претендентов рассматривался как один из наиболее вероятных его триумфаторов, сейчас, скорее всего, занимается анализом ошибок, допущенных в первом круге этого турнира. Интересно, что до начала турнира претендентов некоторые любители шахмат задавали животрепещущий вопрос, а где же Василий Иванчук, почему он не участвует в этом престижном соревновании? Дело в том, что отбор на турнир претендентов очень жесткий, и далеко не всем сильнейшим молодым шахматистам нашего времени удалось туда попасть. А уже отметивший свой полувековой юбилей украинский игросмейстер сейчас явно не входит в когорту сильнейших шахматистов мира, но по-прежнему остается одним из последних романтиков шахмат нашего времени. Сегодня мы с вами рассмотрим очень интересную боевую блиц-партию, которая была сыграна в Китае в 2016 году. Украинец играл белыми, а его соперником был как раз Дин Ли Жень. И Иванчук, вспомнив молодость, в этой партии применил боевой королевский гамбит. Получился очень интересный поединок, который мы с вами сейчас и рассмотрим. Сразу хочется сказать, чтобы вы не судили строго, как игроков, так и комментатора. Это была блиц-партия, и, конечно, в таких условиях количество ошибок возрастает, даже у элитных шахматистов. Но, тем не менее, Иванчук начал партию ходом Е4, китаец ответил симметрично, и, видимо, полагал, что тут будет конь Ф3, дальше русская партия или Берлин. Но Ф4. Конечно, на самом высоком уровне королевский гамбит встречается весьма редко, и шахматистов, которые его продолжают применять, можно пересчитать на пальцах одной руки. Но Василий Иванчук за свою шахматную карьеру сыграл с десяток королевских гамбитов, причем очень часто белыми выходил победителем из жаркой тактической схватки. Дин Лежень принимает гамбит и слон С4. Иванчук играет старинный гамбит слона. Именно так была сыграна знаменитая бессмертная партия Адольфа Андерсона, а также поединок того же Иванчука против Сергея Корякина в Юрмале в 2015 году. Там Корякин сыграл по Кизерицкому, то есть дал шах ферзем, король Ф1. Получилась очень интересная жаркая схватка. Эту партию на канале Шахмата для всех мы с вами уже рассматривали. Как обычно, ссылка в описании под видео. Но здесь китайский гроссмейстер не решился дать шах и пошел коня Ф6, напав на пешку. Украинец пешку защитил, развив коня. С6 и слон Б3. Черные ставят пешку на Д5, ограничивая подвижность белопольного слона белых. Ну а белые забирают эту центральную пешку. Происходит размен и Д4. Пешка Ф4 оказалась под боем и другой молодой представитель современной шахматной элиты Аниш Гири против Иванчука в 2013 году сыграл слон Д6. Но тоже попал под ураганную атаку Василия Иванчука. Дин Лежень же в этой позиции сыграл слон Б4, не надеясь защитить пешку Ф. Белые играют конь Ж2, показывая, что пешку так или иначе они съедят. Причем со всеми удобствами. Конечно, если пойти Ф3, то белые забирают. ЖФ и после короткой рокировки следует атака по линии Ж, которая ничуть не слабее возможной атаки по линии Ф, если пешка черных будет взята фигурой. Поэтому Дин Лежень решил не связываться и пошел слон Ж4. Ферзь Д3. Довольно опасный ход. Развязан конь и сейчас ферзь в определенный момент может выскочить на Б5. Рокировка со стороны черных. 2-0 и здесь, наконец, Ф3. Дождавшись, пока король белых уйдет на королевский фланг и ладья не так-то просто будет занять линию Ж, китаец решился вот так отдать пешку. Иванчук забирает пешку своей пешкой. И в этой позиции Дин Лежень делает очень мягкий ход, который является совершенно несвоевременным. В этой позиции, в которой дорог каждый темп, нужно было отойти с нападения. И после ладья Ф2, конь С6, слон Ж5. Белые сохраняют определенное преимущество, но у черных достаточно неплохое развитие и все шансы отбить возможную атаку на королевском фланге. Но Дин Лежень сыграл иначе. Он пошел слон Ж5. Идея китайца понятна. Поставить слона на Ж6, напасть на ферзя. Но когда Иванчук ставил сильнейшую фигуру на это поле, он конечно понимал, что ферзь на Д3 не задержится. Этот перевалочный пункт будет являться мостиком для переброски ферзя на ферзевый или королевский фланг. Далее в этой позиции белые сыграли слон Ж5. Черные реализовали свою идею. И ферзь Б5, нападая сразу на две пешки и на слона. Конечно, размен на Ц3 не облегчил бы участь Дин Леженя. На это поле встал бы другой белый конь и угрозы на Б7 и Д5 сохранились бы. Поэтому черные отошли слоном на Е7, развязав коня. И в этой позиции Иванчук мог сразу забрать пешку на Б7. Здесь особых противопоказаний этому ходу не было. Как не было их и в дальнейшем. Но Василий Михайлович в этой партии концентрируется не на пешках. Его цель король черных. Хотя забегая наперед, нужно сказать, что и лишних пешек в этой партии у Иванчука будет довольно много. В этой позиции он сразу забрал на Ф6. И после ответного взятия слоном, скушал на Д5, напав на слона. Конь становится на Ц6. В этом положении можно просто разменяться на Ф6 и укрепить центральную пешку ходом Ц3. Получая здоровую, лишнюю пешку в центре и к тому же проходную. Но Иванчук сразу сыграл Ц3, позволив слону убежать на Х4. Конь становится на Ф4, ферзь Д6, взятие и забрали с шаха. Король становится на Х1. Сейчас идея белых поставить ладью на Ж1. Ну а черные своей ладьей занимают открытую линию. После нападения на ферзя тот отходит на Х6 и ладья Ж2. Конь Е7 играют черные и здесь Иванчук наконец приступает к сбору урожая на ферзьевом фланге. Черные же, понимая, что у них не хватает уже нескольких пешек, пытаются создать атаку на королевском фланге. Конь Ф5 играет диндлежень. Ферзь Д7 и ладья Е6. Слон Ц2. Конечно, в этой позиции ход конь Ж3 парировался простым взятием. Дело в том, что отскочить слоном, напав на одну из белых фигур, не получается, потому что все они стоят на белых полях. Ну а ладья А1, конечно, недоступна. Но если забрать на Ж3 с шахом, то король Ж1 непонятно, за что отдана фигура. Поэтому диндлежень сыграл конь Е3. После размена последовала ферзь Ф5. Конечно, можно было забрать пешку на А7, но Иванчук все-таки косится на королевский фланг. Понимая, что на доске разноцвет, украинский игросмейстер пытается извлечь максимум из своего активного белопольника. Ж6 играет диндлежень, слон Б3. Ферзя взять просто не получится, связка по линии Ж. Но китаец отходит королем, нападая на ферзя. Тот отошел на А3. В этом положении черным нужно было сыграть Ф5. Тут оставались некоторые надежды создать угрозы белому королю. Белый ферзь ограничен в подвижности. Ладья черных становится на Е8. Кое-что здесь у черных есть. Но диндлежень сразу сыграл на Е8. Видимо, посчитал, что Иванчуку пешка не пригодится. Но белые пешку скушали. И после ладья Ф8 отошли слоном на Д5, защитив на Ф3. Посчитайте. У Иванчука сейчас уже три лишних пешки на ферзьевом фланге. Но основная игра ведется на королевском. Поэтому интрига в этой партии еще далеко не исчерпана. Ладья Ф5 играет диндлежень. Видимо, хочет завести ладью на А5. И там уже создать проблемы ферзю. Слон Е4. И становится ладья на это поле. Но ферзь отскакивает на С8 с шаха. Сейчас начинается соло белого ферзя. Король Ж7. Снова шах. Король Аш8. Ферзь С8. Король Ж7. Конечно, никакой ничьей. Иванчук дает шах на С7. И после короля Ш8 становится на Б8. Вот так лесенкой Иванчук забирает еще одну пешку. Получая целых четыре проходных на ферзевом фланге. Но здесь игра идет не в пешке. Иванчук хочет поставить королю соперника мат. Король Аш8. Ферзь Б8. Король Ж7. И ладья Ф1. Слон Ф6. Играют черные. И снова град шахов. Ферзь С7. Король Аш8. Ферзь С8. Король Ж7. Ферзь Д7. Король Ф8. И решающий ход слон Д5. Угроза мата заставляет черных перекрыть седьмую линию. Но ферзь С8. И здесь уже черные могли сдаваться. Партия же по инерции продолжилась аж до мата. Что в поединках гроссмейстеров такого класса случается крайне редко. Король Ж7. Ферзь Ж8. Король Ф6. И Иванчук влепил своему сопернику мат ферзем на Ф7. Вот такая очень интересная боевая партия. Соперники сражались с открытым забралом до конца. Дин Лежень даже мат себе позволил поставить. А Иванчук, собрав полная лукошка черных пешек на ферзьевом фланге, добился таки своей цели. Надеюсь, что данное видео вам понравилось. В этом случае не забывайте ставить лайки. Подписывайтесь на канал Шахматы для всех. Оставляйте свои комментарии. Благодарю вас за внимание. До свидания.